Здравствуйте, уважаемые телезрители! Любой житель России, вне зависимости от национальности, попав за границу, автоматически становится русским. Это касается и Чуваши, и Мордвы, и Удмуртов, и Морийцев. В этом плане немного выгодно отличаются только татары, носители известного в мире бренда, овеянного великими победами Чингисхана. Так кто же такие татары глазами иностранцев? Об этом сегодняшняя историческая беседа с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Здравствуйте, Искандер Аязович! Здравствуйте, Ленар! Так вот, действительно ли о татарах за границей знают чуть-чуть больше, нежели о других народах России, ну, естественно, кроме русских? Ну, чуть-чуть больше, это, конечно, надо смотреть с какой точки зрения. Есть стереотипы о татарах, есть какие-то мифы, которые корнями уходят в далекое прошлое, даже в средние века. А есть исследования серьезных ученых, которые более или менее точно представляют себе кто-то, какие-то татары и так далее. Но в целом, знания, конечно, весьма поверхностные. И, конечно, тех, кто приезжает из России сегодня, конечно, тут же превращают в русских. И очень удивляются, когда говорят, как разве в России живут еще и другие народы, кроме русских? Нет, а вот о татарах-то они что-то вообще слышали, что-то они знают о нас? Ну, если так говорить в целом и брать, так скажем, обычного жителя или, как говорят, обывателя, то о татарах, конечно, знания весьма-весьма специфичные. Мне в свое время, когда я первый раз надолго приехал за границу, я довольно-таки часто и подолгу бываю и бывал в Германии, то мне, например, задавались даже после, в общем-то, серьезных исторических докладов, выступлений, задавались такие вопросы, как «Едят ли татары свинину? Едят ли татары сырое мясо? Действительно ли вы все любите скачки на лошадях?» И так далее, и так далее. То есть очень примитивные вопросы. То есть представление у них, конечно, такое, что татары – это нечто дикое, это нечто степное, это нечто связанное с качевым образом жизни. То есть вот то, что вбито в голову обывателю еще во времена нашествия монголов в XIII веке, Видимо, это постоянно ретранслируется у них. Да, это существует до сих пор в виде стереотипов и легенд. А вот эти легенды, они что, в учебниках у них повторяются? Нет, это уже на уровне обыденного сознания. Вы знаете, вот есть такое воспоминание Абрара Каримульна, нашего известного ученого. Он был участником войны, и когда он освобождал Венгрию, они остановились на постой в какой-то венгерской деревушке. Это он описывал и рассказывал потом, и описывал в своих публикациях. Значит, венгерская хозяйка, старушка, она знакомилась с солдатами по именам. И когда дошла очередь до него, он сказал, что его зовут Абрар, она удивилась, что за странное имя. И он сказал, что он татарин. И она страшно удивилась, но самое главное, что она страшно испугалась. Она начала искать у него рога и хвост. Понимаете? То есть, это уже на простом уровне, это вот так воспринимается, что татары – это нечто из Средневековья. И в то же время ведь надо учитывать, что в Средневека слово татар, татария, тартария, в плане, скажем, географическом, оно означало вообще для многих европейцев, вообще означало огромные территории, непонятные территории на Востоке. Нет, так вообще вот там для европейцев, насколько я помню, вообще тартарами они называли вообще-то и русских в том числе, вообще вся Россия называлась тартарией в то время. Ну да, да. Если брать карты средневековые, картографические материалы, допустим, немецкие, испанские, французские. Но у русских же они не ищут рога с этими, с хвостами. А почему у татар-то ищут все-таки? Ну, здесь, знаете, сыграл свою роль такой парадокс в свое время, когда ведь татар – это вообще-то термин, собственно, этнический термин, который существовал в Центральной Азии. Татары, да? И издавна, еще до XIII века, до прихода Чингисхана и его наследников в Восточную и Западную Европу. Но когда появились эти завоеватели с Востока, в Европе они появились через Закавказ, через Среднюю Азию, тогда вдруг возникла такая параллель. Слово «татар», в общем-то, существующее достаточно давно, этноним, вдруг оказалось созвучным словом «тартарос» из греческой мифологии. «Тартарос» в греческой мифологии – это ад. И пошли вдруг какие-то возникли какие-то ассоциации, какие-то легенды, какие-то параллели, и появилась вот эта параллель. «Татары» – это и есть посланники ада. И вот этот стереотип, эта легенда, она распространилась, она до сих пор живуча. И до сих пор есть люди, которые вполне искренне верят, что татары – это дикари. И даже в словарях английского языка слово «татар» имеет два значения. Можете посмотреть большой англо-русский словарь. Слово «татар» означает «татарин». Это первое значение. Второе значение – это слово «варвар», «человек дикого нрава», «мигера», «фурия». До сих пор помню, как это определяется в Большом англо-русском словаре. Короче, нас в Европе знают. Да, конечно. Но в то же время, надо сказать, что, так скажем, интеллектуальная часть общества, ученые, путешественники, которые, начиная со средних веков, бывали на территории Восточной Европы, бывали среди татар, бывали в татарских государствах, бывали уже в России, знакомились с жизнью татарской семьи. Они во многом открывали для себя новый мир. Они удивлялись, они даже восхищались в некотором смысле тому, что татары – это совершенно нормальный, достаточно предприимчивый, достаточно грамотный, культурный, прекрасно выглядящий народ со своими особенностями жизни, экономической, политической, культурной, со своим характером. И никаких рогов, никаких хвостов у него нет. И в некоторых отношениях они даже, эти путешественники, скажем, в 17-18 веках, даже видели, что татары даже ушли вперед по отношению с другими народами Европы. Например, в плане просвещения грамотности. Это было для них шоком, для некоторых ученых путешественников, которые татар видели в 18 веке. Они удивлялись, что в татарских деревнях во всех есть школы, что большинство татар имеет, по крайней мере, первоначальный уровень грамотности. И то, что у них есть очень большое внимание, уделяется воспитанию детей и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было для них свое открытие татар. А вот знаете, вообще если посмотреть, как пишут историю России, российские историки, как пишут европейские, это две большие разницы, так скажем. А если сравнивать историю татар, как ее все равно в каком-то, может быть, небольшом объеме, но все равно в Европе, наверное, пишут, где-то как-то отмечают, насколько их академическая литература историческая отличается, восприятие татар, и в том числе средневековых татар, отличается от того, что пишут в учебниках российских, либо татарстанских ученых? Есть ли там разные подходы? Ну, конечно же. Вообще, надо сказать, что у нас ведь свой взгляд на историю, у западных историков у них свой взгляд на историю. У них в некотором смысле, я бы сказал, взгляд более свободный. То есть мы-то все, к сожалению, когда пишем о татарской русской истории, о татарско-русских отношениях прошлых, мы, к сожалению, вынуждены во многом исходить из реалий сегодняшнего дня. И учитывать, так сказать, реалии сегодняшнего дня, как бы это все наш экскурс в прошлое, как бы он не дал каких-то последствий отрицательных в сегодняшний день. Европейские ученые в этом отношении более свободны, и поэтому я считаю, что нам очень полезно знакомиться с теми публикациями, теми исследований, которые по татарской истории существуют в западной литературе, на английском, немецком, французском языках. И я бы сказал, что в некотором смысле эти исследования поучительны. И вообще много и активно занимались ученые, особенно последние лет 20-30, татарской проблематикой. Есть, я бы даже сказал, пионерские работы, есть работы, которые, на мой взгляд, ушли вперед по сравнению даже с нашими учеными. Ну, скажем, я бы так сказал, в свое время, в осмыслении, например, роли и места личности Султана Галиева, не только в татарской, но и вообще в истории мусульманского мира и стран третьего мира, это прежде всего работа Бениксена. И это работы, которые еще по-настоящему у нас не изучены, они не переведены на русский язык. А где они источники черпают? Ну, вообще-то, источники публикации, прежде всего, советского периода, какие-то архивные материалы, которые они в свое время получили через эмигрантов. Ну, таких источников всегда найти. Такие источники по желанию всегда найти можно. Или, например, ведь мы сейчас много говорим о джидидизме, да, о джидидизме и его роли в татарской истории. А эту тему ведь уже, в принципе, тоже достаточно давно подняли некоторые западные историки. И в 60-е, и в 70-е годы уже они об этом говорили. Более открыто и более, так скажем, широко, чем наши. К сожалению, очень много вещей, которые для нас могут быть даже каким-то определенным укором в плане изучения мусульманского богословия. Вот у нас есть огромные пласты литературы богословской, мусульманской, которые хранятся в архивах, библиотеках Казани, Татарстана, которые так и лежат, которые не изучаются, потому что у нас нет специалистов, знающих на достаточном уровне арабский язык, персидский язык, которые плохо, нет специалистов, которые читали бы арабскую графику хорошо, которые бы именно грамотно разбирались в богословии. А тут приезжает, например, из Германии Михаил Кемпер и в течение полгода изучает эту рукопись, и потом дает нам капитальный труд, который посвящен мусульманскому богословию 17-18-19 веков. А вы объясните, а им зачем это надо? Вот нам-то ладно, я понимаю. Вот нам, кстати, это не надо выясняется, да, раз мы это прочитать не можем. А зачем немцам это? Ну, вообще-то мир един. И для ученых из Германии, например, изучение исламского дискурса именно в плане ренессанса, в плане религиозного возрождения для них это актуально. И они изучают... Для них это с точки зрения политически актуально, потому что ислам вызывает интерес в современной действительности на международном уровне. потом межнациональные отношения вызывают интерес. И поэтому любой пример, скажем, из татарской истории, из российской истории для них поучителен. Они какие-то извлекают из этого уроки. А кроме татар, они другими народами еще интересуются? Ну, я бы так сказал, что вообще среди российских народов, у которых есть история, которые внесли свой вклад в развитие российской истории, по большому счету, конечно, в основном вызывают интерес татары. К украфинским народам определенный интерес имеют ученые Венгрии, Эстонии, Финляндии, соответственно, поскольку это финно-угорские народы. К народам Кавказа интерес определенный есть, особенно среди политологов и историков. К Северному Кавказу сейчас есть, но он вызван больше, так скажем, политической актуальности этой проблемы. А если брать именно в историческом плане, то, конечно, если брать, скажем, весь период российской истории или татарской истории, то, конечно, татары вызывают наибольший интерес до сих пор среди западных исследователей. И как вы думаете, каким-то образом может ли прийти из академической среды западной в обывательскую среду более адекватное отношение к татарам? Это сложно, это, скорее всего, нет. Потому что обыватель, в принципе, он не интересуется историей России, вообще историей России, даже я бы сказал. Не только там история народов, которые живут в России. И поэтому стереотипы, которые существовали в Средние века, что татары там рогатые и хвостатые, то эти стереотипы, наверное, так они и будут жить в обществе. Среди основной массы людей. Точно так же, как и наши люди, многие имеют очень слабое представление, примерно, в истории Европы, в истории Африки, в истории Америки. Точно так же и в Европе очень плохо и очень мало знают о татарах. Вряд ли ситуация кардинально изменится. В исторической среде, среди историков, ученых, конечно, положение гораздо более интересное. Наверное, тогда не стоит обижаться на цивилизованную Европу, что они живут стереотипами по отношению к татарскому народу, тем более, что мы и сами татары, честно говоря, а в собственном народе-то имеем набор определенных стереотипов и мифов, которые сами же постоянно воспроизводим и повторяем. Видимо, нам нужно самим в какой-то мере начать проявлять интерес к собственной истории, к собственной культуре, изучать ее, рассказывать людям о ней. Может быть, кто знает, и в Европе когда-нибудь узнают нечто о татарах. Ну, надо признать, на сегодняшний день не так много, наверное, ярких, выдающихся личностей дал наш народ, которыми, может быть, зачитывалась бы вся Европа, или каким-то образом, по-другому мы проявили бы к себе интерес. Ну, вот, наверное, на этом я завершу сегодняшнюю нашу историческую беседу с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok